Восемь вечера в Украине на Интере подробности в студии Алексей Лихман. Здравствуйте. Восемь вечера в Украине на Интере подробности в студии Алексей Лихман. В России чуть не домаршировались до мордобоя. Заседание за закрытыми дверьми. Президент Порошенко созвал СНБО для отмены особого статуса Донбасса. Это главная версия. Спросим у Аллы Мачишок, что ей удалось узнать. Она возле администрации президента. Аллочка, здравствуй. Тебе уже известно, о чем именно говорил президент? Добрый вечер, Леш. Заседание РНБО продолжается, но длится уже третий час. Там присутствует Кабмин в полном составе, а также губернаторы Донецкой и Луганской областей. Главный вопрос этого заседания – это отмена действий закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса. Само заседание проходит в закрытом режиме, но перед его началом президент обратился со вступительным словом. Назвал избирательным фарсом позавчерашнее голосование на востоке страны и сказал, что необходимо менять сценарий развития событий на востоке. Также президент сказал, что готов подписать новый закон о проведении местных выборов на востоке страны, но при некоторых условиях. Мы будем готовы принять новый закон в условиях, когда мы увидим. Первое – стойкое прекращение огня. Другое – отводение войск от линии сеткинга. Третье – четкая демаркация линии сеткинга, которая зафиксована 5 вересня 2014 года в Минском протоколе, где украинские войсковые смогут занять линию, соответственно, вдовж речки Кальвейос, от Оленевки до Старобешева, отзвыкаться на несколько километров от Мариуполя, обеспечивши артиллерийскую безопасность, обеспечивши безопасность Бахмутки и других районов. Пока идет заседание к журналистам, вышли губернаторы Луганской и Донецкой области, Кихтенко и Москаль. Они говорили в основном о проблемах жизни людей в их регионах. В основном Кихтенко и Москаль довольны, как проходит заседание РНБО. Они объявили, что по многим вопросам, которые касаются жизни людей на Востоке, президент уже дал поручение. Какие именно, пока неизвестно. Заседание продолжается. Какое будет его решение. И в будущих выпусках мы расскажем о других деталях нынешнего заседания РНБО. Все понятно. Спасибо. Это была Алла Матешок из-под администрации президентом. Там уже более трех часов длится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Они не хотят вернуться домой с клеймом дезертира. Военные 51-й бригады уже третий месяц под следствием. Что им светит? Кто их поддерживает, а кто нет? Подробнее Сергей Бордюжа. Им предлагали статус беженца в России, но они вернулись домой, в Украину. И уже третий месяц ожидают суд. 40 солдат бывшей 51-й бригады сейчас в Запорожье. Их обвиняют в уклонении от воинской службы. Мол, оставили бы вы оппозиции и сдались врагу. За это грозит от двух до десяти лет. Это винят те генералы, которые сделали, чтобы мы попали в этот полон. Что нас разбили. Что их не судят? Судят простых солдат. Закрыть уголовное дело требуют десятки родственников солдат. И кто будет защищать нашу родину, кто будет защищать и кто будет идти в армию, если такое отношение нашего государства к нашим защитникам. Мне кажется, что они ни в чем не винны. Они не сделали никакого злочину. Просто один злочин – те, что они лишились живы. В военной прокуратуре Запорожского гарнизона сегодня пояснили – действуют согласно закону. А вот что думают об этой истории те, кто сейчас находится на передовой в зоне АТО. У них просто не было выхода, понимаете. А высшая стоящая команда, они ничем не занимаются, понимаете. Кроме своих выборов, я вам правду говорю. Вот сейчас мы тоже здесь в Айдаре, понимаете, тут то же самое делается. А командование-то надо все расстреливать. Услышат ли солдат военная прокуратура? Пока же из разговора с бойцами бывшей 51-й бригады понятно. На компромисс ни с совестью, ни тем более с прокурорами, большинство из них идти не собирается. Сказали, домой дезертирами не вернуться. Сергей Бордюжа, Ольга Клюева, Игорь Воробей, телеканал Интер. Последние новости из зоны АТО. С нами на связи мои коллеги, они находятся на востоке. И начнем мы с Донецкой области. Вениамин Трубачев там. Веня, здравствуй. Что у вас изменилось за последние сутки? Да, Алексей, сейчас крайне тяжелая обстановка в Донецком аэропорту. Это уже традиционная такая новость. Боевики продолжают обстреливать здания терминалов и прилегающие территории. При этом используют не только стрелковое оружие, но и минометы. Залпы из тяжелых орудий были слышны сегодня также в районе Дебальцево. И вот такие локальные бои шли вблизи Горловки. Я там сегодня находился. И этот город, пожалуй, лучше всего укреплен террористами. И на этом участке фронта боевики периодически нападают на украинские блокпосты. Вообще-то картилиры застреляют и минометы. Еще недавно слышали, когда грады тут тоже так приземлялись. Ну, вообще в основном там в районе Дебальцево стреляют сюда. А так же. Вчера, да, тоже слышно было хорошо, уже стреляли перед Горловкой. Российская техника также продолжает и дальше заезжать на территорию Донецкой области. Об этом говорят не только местные жители, но и украинские разведчики. Причем это не только привычные грады уже, а и грузовики с оружием. А и, в принципе, такие вот зенитные ракетные системы С-300, которые могут поражать цели на расстоянии в сотни километров. Есть также данные, что на восток Украины прибывают все новые и новые группы боевиков. Сепаратисты, боевики эти активизировались, нагнали танки. Ну, артиллерия тоже присутствует. Там две батареи. Ну и грады, соответственно, там у них уже недавно часто обстреливают. Больше всего военных на передовой волнует вопрос ротации. Бойцам вот непонятно, почему одни на передовой служат целый месяц и едут домой в отпуска, а другие по полгода без перерывов. А некоторым уже, в принципе, некуда возвращаться. Их дома остались на оккупированных боевиками территориях. Дома нет. Реально, дом раздолбали. Вот сейчас мы здесь дом снимаем с женой. А как дальше с недвижимостью быть, это еще неизвестно. Что дальше будет? Дай бог, чтобы война закончилась. Я надеюсь, хотя бы, может, как-то помогут потом. Государство хотя бы что-то решит. Жить в оккупированных городах сейчас непросто. Как говорят местные жители, в аптеках нет медикаментов, продуктовые полки пустые, цены существенно выросли, а денег у жителей нет, потому что зарплаты и пенсии получить, ну, в принципе, невозможно. И чтобы хоть как-то выжить, люди ездят на подконтрольные украинским силам территории, чтобы запастись продуктами и необходимыми товарами, уже возвращаются обратно, рискуя жизнью. Потому что каждый раз, пересекая линию фронта, есть большая вероятность попасть под обстрел. Вот ездили, переоформлялись в пенсию. Ждем уже 4 месяца, анима пенсии. А жать-то хочется, а что ж. Медикаментов нету. Продукты там еще, так, более-менее еще есть. В принципе, тоже нету. Большинство за Украину. В Горловке, да? В Горловке, да. Большинство за Украину. Ну, они просто... Боятся, говорите, потому что власть другая. Интересно, что вот мало кто из жителей оккупированных городов хочет говорить на камеру. Они вот просто опасаются расправы со стороны боевиков. Алексей? Понятно. Спасибо, Веня, за работу. Это был Вениамин Трубачев, новости из Донецкой области. Как живется на оккупированных территориях, под обстрелами и после так называемых выборов? Вот рассказы тех, кому нам удалось сегодня дозвониться. Средничество, секреты от ведущего. Пока что отключение у нас существует. Люди, ни одного слова возмущения или роптания не было. Люди одобряют то положение дел, которое сейчас живет, в общем-то, надеждами. Надеждами на то, что перестанут нас бомбить. Все только на это и уповают. Чтобы нас перестали скорее бомбить. Потому что сегодня, вчера, тоже были слышны выстрелы в округе. Ну, в шерте города мы слышим взрывы. Это, конечно, ненормально. Народ этим возмущен. Вообще люди шли голосовать потому, что они за мир. Прямо так и говорили. Мы голосуем за мир. Мы хотим, чтобы прекратилась война. Искренне верили, что если они выберут представителей правительства ДНР, то это как-то сможет остановить войну. Так считали. Так верили в это. И сейчас, конечно, большое разочарование. Потому что не ожидали. Это врасплох. Военных очень много. Но мы к ним уже тоже привыкли. Потому что их много уже долгое время. Стало, правда, больше. Очень многие люди военные с мешками, с рюкзаками, с сумками. Видимо, это приезжие люди, которые, как я полагаю, будут у нас иметься. Обостряется ситуация в Луганской области. Сегодня там наша съемочная группа попала под обстрел. Узнаем подробности у Руслана Смещука. Руслан, здравствуй. Боевики, я правильно понимаю, не сбавляют темпов наступления? Совершенно верно, Алексей. За прошедшие сутки ситуация в Луганской области действительно достаточно сильно обострилась. И боевики активно начали обстреливать из тяжелого вооружения те позиции, которые до сегодня считались достаточно безопасными. Горячо на границе Луганской и Донецкой областей, между городами Попасной и Дебальцевой. Мы сегодня побывали там, и силовики, военнослужащие, с которыми мы общались, связывают такое повышение активности боевиков с выборами, прошедшими у ЛНРовцев. Прошли выборы в ДНР, ЛНР не признаны. Поэтому они все-таки пытаются спровоковать наши действия, на ответ свои действия. А вот ГУПа, и что это за оружие? Ну, это артиллерия работает. Ну, вот мы на себе, что называется, почувствовали увеличение активности боевиков. Сегодня наша съемочная группа вместе с коллегами и военнослужащими под Попасной на блокпосту попала под такой достаточно вялый минометный огонь. Причем вот эти позиции до сегодняшнего дня считались безопасными. Пришлось даже прятаться в укрытии. Ну, вот что это было? Случайная мина или что-то иное? Что-то не обманываясь. Удачи! Первый раз. Можно сказать, что да. Именно на стыке близко. Давай сейчас, да. Это может быть пристрелочное? Конечно, конечно. Скорее всего, на таки е. Потому что споршую разу тяжко в телепопост. Обычно пристрялийте сначала. Телефон потерял? Да. Ну, вот так же тяжелая ситуация. Сейчас в районе 31-го блокпоста под Лисичанском уже который день боевики пытаются выбить оттуда защитников. Также они активно обстреливают позиции силовиков вокруг стратегического объекта. Позиции, с которых происходит огневая поддержка и прикрытие 31-го блокпоста. Но вот в штабе антитеррористической операции заявляют, 31-й блокпост не сдадут. Значально посилено військовое угрупование сил антитеррористической операции в районе трассы Бахмутка. Боевики очень желают взять ее под контроль. По-другому, по трассе Бахмутка проходит линия размежевания вооруженных сторон. Відповедно до Минских угод, от которых мы ни на крок не отходим, территория, что прилегает до трассы Бахмутка, это украинская территория. ВОЕННО-ПОЛЕВЫМИ МЕДИКАМИ ВОЕННО-ПОЛЕВЫМИ МЕДИКАМИ ВОЕННО-ПОЛЕВЫМИ 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 В Украине, напомню, против главаря боевиков возбуждено сразу несколько уголовных дел по факту терроризма, убийства и похищения людей. Накаляется ситуация возле Мариуполя. Сегодня ожесточенным обстрелом подверглись сразу несколько позиций украинских военных. Подробнее об этом знает Эльвина Сейдбулаева, она работает там. Эля, здравствуй. Где конкретно звучат выстрелы и есть ли данные о погибших и раненых? Да, Алексей, раннего утра боевики активно обстреливают позиции украинских военных. Дважды в районе Павлополя, а также в районе Таврической. Огонь открыли из тяжелых орудий. Это и минометы, и обстрел. Из града обстреливали, также из танка с прямым наведением. Танк установили между домами, открыли огонь наши военные. Естественно, ответку не давали, потому что там мирные жители. В результате погиб наши военные, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице. Погибшему было 30 лет, и это был 40-й день службы в АТО. Сам он из Одесской области, и уже завтра его тело отправят домой. Украинские военные серьезно укрепляют свои позиции, а мариупольцы совместно с батальоном Полтавщина провели тренировку на одной из баз вооруженных сил Украины. Совершенствовали стрельбу из автоматов Калашникова, крупнокалиберного пулемета и из граномета. У нас враг стоит под городом. Будем готовиться к оборонительной войне. Наступать мы не думаем. Вот эти ребята, они уже никогда не предадут, и у них никогда не будет с тени сомнений назвать себя украинцами. Понятно, спасибо, Эля, за работу. Это была Эльвина Сейдбулаева с последними, не самыми лучшими новостями из-под Мариуполя. Ну а теперь, кому война кормушка? Выдает обескровленный восток Украины. Решил беглый младый олигарх Курченко. Пытается наладить там бизнес. Это информация от источников подробностей. Кто с кем и как планирует пилить Донбасс, выясняла Елена Зорина. Под прицелом две крупные компании. Донецк Облгаз и Макеевка Газ на территории подконтрольной самопровозглашенной ДНР. Сделка на стадии завершения, а следом контракт на поставку топлива из Кубани на Донбасс. Главная цель – контроль над газотранспортной системой Донбасса. Об этих почти наполеоновских планах младая олигарха Курченко нам сообщил источник в Москве, близкий к переговорам. Украинских экспертов такие планы не удивляют. Тем более, что и сам Курченко в одном из своих недавних интервью заявлял, заинтересован в дешевых украинских активах. Курченко занимался трейдингом газа. То есть, занимался закупкой газа на Укргаздобычу. Это ложится, так сказать, в профиль его бизнеса. По данным открытых источников, акции компании Макеевка Газ сейчас разделены между четырьмя частными акционерами. А вот почти 40% компаний Донецкоблгаз принадлежит нефтегазу. Еще почти половина до недавнего времени принадлежала людям, по данным СМИ, приближенным Курченко. В базе данных значились харьковские компании «Умриенный Дубробуд» и «Вылычнис Дубыття». Но во втором квартале нынешнего года владельцы этой доли сменились. Кто они, пока не ясно, так же, как и то, готовится ли новая сделка. В офисах этих предприятий комментарии не дают. Мол, руководителей нет. В настоящий момент он в отпуске. В отпуске. Где-то до конца месяца. У нас есть исполняющие обязанности директора, но его сейчас на месте нет. Поэтому, а заместители интервью вам точно не дадут. Арестованные активы и международный розыск, как и территория, которую Украина сейчас не контролирует. Сделки не помеха, говорят юристы. Новоявленный покупатель может действовать через подставных лиц. А в этом случае у правоохранителей руки связаны. На жаль, накласти арешт, когда там идет певный ланчужок, так, юридических подконтрольных осіб, не вбачается за можливое в украинском законодательстве. Это достаточно сложно. И даже если мы понимаем, что кинцевым бенефициаром есть певная физическая особа. Нет технических преград и для поставок газа из России на Донбасса. Возможных вариантах заговорили в Москве, как только Киев намекнул, что может отключить Восток Украины из-за долгов. Топливо могут поставлять из Ростовской области через обходной газопровод «Сохрановка-Октябрьская». Еще один путь – это транспортировка из Ставропольского края. И вот тут один важный момент. Если Украина признает поставки, независимые поставки со стороны Российской Федерации на оккупированные территории, на территории Донецка и Луганска, которые находятся под контролем самопровозглашенных республик, соответственно, де-факто происходит признание этих областей. Каков будет контраргумент Киева? Сможет ли он помешать сделке или все же примет как данность? Отдельно этот вопрос стоило бы изучить и правоохранителям, но никто из них никуда не спешит. Мол, нет сделки – нет и предмета для разговора. А если будет, что тогда? Елена Зурина, Алексей Шматов, подробности телеканал «Интер». Украиной решили себя не ограничивать. В России ищут двух донецких боевиков, которые, по версии следствия, убили подмосковных полицейских. Где сейчас Денис Константинов и его тезка по фамилии Жуков, неизвестно. Известно, что Россию много раз предупреждали о подобных сценариях, но в Кремле все равно ведь продолжали поддерживать боевиков. Тем временем, сегодня в Москве прошли русские марши. Причем на них устремились как сторонники, так и противники боевых действий на востоке Украины. Наш московский корреспондент Данил Русаков расскажет все подробности. Знамена имперские, желто-бело-черные, красные, с символикой больше схожей с некой свастикой. И тут же флаг террористической организации «Новороссия». Он тоже в толпе затесался. А потом вдруг прозвучало вот это. Слава Украине! Слава Украине! Пожалуй, впервые за всю десятилетнюю историю таких маршей в одной колонне прошли как сторонники, так и противники Украины. Организаторы жалуются. По их словам, все это происки Кремля. Там якобы намеренно раскалывают националистов. Результат не заставил себя долго ждать. Теперь уже совсем непонятно, кто за что выступает. Одни радуют за национальное европейское государство, другие хотят империю в масштабах дореволюционных границ. Националист Демушкин, которого сегодня ловили, но не поймали, говорит так. Кто-то считает, что вот поддался телевизионной пропаганде, считает, что надо бить и убивать, ехать на Украину почему-то, где никогда русских не ущемляли по этническому принципу. Блокады с призывами остановить войну на марше были тоже. Изначально наш альянс выступил категорически против путинской агрессии. Еще русский философ Иван Александрович Ильин писал, что завоевание советской власти не есть завоевание русского народа. Акция, на которую пришли исключительно сторонники боевиков Донбасса, проходит параллельно, в другом районе Москвы. Там тоже есть имперские знамена. Накануне проанонсировали даже визит террориста Гиркина. Но он в последний момент идти отказался, заявил, что горячо поддерживая действующую власть, прошли марши и в других российских городах. В Калининграде полицейские предотвратили драку между националистами и сторонниками так называемой Новороссии. Нашествие в оккупированном Крыму пригнали даже оркестр. Вышедшие на улицы люди не скрывали своих радикальных настроений. В толпе, правда, доминировала в основном государственная российская символика. Тем временем в Москве подсчитывали количество участников. По версии организаторов их было почти столько же, сколько и полицейских. То есть где-то в районе 4 тысяч. На удивление акция прошла без побоищ. Несмотря на то, что русский марш долгое время власти отказывались согласовывать, мало кто сомневался, что националисты на улице в конечном счете все-таки выйдут. Разносортная и разноидейная публика. А еще заявление террориста Гиркина. Опасно ли это для Кремля? Даже самые закоренелые оптимисты полагают, что в таком виде точно нет. Скорее даже наоборот. Данил Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканал Интер. Не российские, а несколько иные славянские марши планировались сегодня в украинских городах. Как они выглядели в Одессе, Харькове и Киеве, знает Андрей Анастасов. В Киеве славянский марш в соцсетях анонсировали российские националисты, но он сдулся, так и не надувшись. В полдень на Майдане с полсотни человек проукраинские активисты тщетно пытаются высмотреть участников марша. А где эти люди, какие пришли? Мы сами их шукаем. Акция хай будет, мы просто пришли понаглядать за этим. И если бы с боку митинговальников этого марша были какие-то провокации, мы бы постарались их не допустить. Но ни российские правы, ни сепаратисты так и не появились. Единственным инцидентом стало задержание милиции съемочной группы российского телеканала «Лайф Ньюз». У журналистки не оказалось аккредитации для работы в Украине, а в документах разные фамилии. Там не страшно среди карателей, в бандеровском Киеве. Мы видели ангары, в которых украинцы держат работу? Еще нет? Мы можем вам показать. Покажете? Конечно. Пойдемте? И столовые, где питаются только детьми. Покажете, да? Конечно. Пойдемте. Вот я аккредитации снимаю. А как вы можете противаться? У меня бы Россия затремала уже давно. Я поставил бы бездну. Как вы можете противаться в Украине и закритать? Мы здесь уже находимся два месяца. Не поддержали идею пророссийской акции и в Харькове, а вот в Одессе всерьез опасались столкновений. В течение нескольких дней некий марш активно анонсировался в интернете, а на улицах появились листовки с призывом прийти на Соборную площадь. Но в указанное время можно было увидеть лишь массу милиции, до с полсотни проукраинских активистов. Ну как это в нашем месте, в украинском, когда сейчас русские атакуют, вбивают наших хлопцев, пророссийские силы проводят марш? Ну это абсурд, это безгуздия какая-то. Единственными оппонентами одесских активистов стали редкие пенсионеры, поддерживающие политику Кремля. Памятник хотел пойти в Котиене, чтобы его не трогали. То есть вас прогнали, да, оттуда? Прогнали, конечно, прогнали. Они уже стали хозяинами города. В результате день в Одессе прошел относительно спокойно. Изредка журналисты фиксировали на улицах незначительные стычки, но в итоге все заканчивалось словесными перепалками. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, Алла Матюшок, телеканал Интер. Его друзей в России бросили за решетку, и он попросил политического убежища в Украине. Чего хотел добиться на родине, и что ему ответили в Украине, выясняла Лидия Калинина. Из Краснодара Вячеслав уехал в начале сентября. Для России он теперь экстремист и преступник. Мы с друзьями проводили серию одиночных пикетов, защиту политических узников, в том числе крымских узников, против аннексии Крыма. Марш за федерализацию Кубани. Марш провести не удалось. Активистов попросту стали избивать посреди улицы. Пойдемте, славу Украине устроим, и героям славу сделаем. Тогда на зло Кремлю Мартынов предложил создать Кубанскую автономную республику. После этого парня бросили в СИЗО. Якобы за мелкое хулиганство отпустили через 15 суток. Ну как только Вячеслав вышел, ему позвонили из ФСБ. Тогда и понял, надо скрываться. Уехал в Харьков. Здесь у парня много друзей, еще со времен Евромайдана. Был уверен, в Украине ему предоставят политическое убежище. Миграционная служба даже не стала рассматривать его заявление о предоставлении убежища. Его друзья по Краснодарскому краю, они в СИЗО. Им грозят сроки заключения. Он может подвергаться жестокому обращению, незаконному задержанию. Мартыненко подал в суд и вновь пришел в миграционную службу с группой поддержки. Он много сделал и для нас доброго. Потому что мы стали лучше относиться все же до людей, которые живут в России. Мы поверили, что там тоже есть люди, которые позитивно относятся и хорошо нас воспринимают. И знают, что мы тут не фашисты. Спустя полчаса Вячеслав выходит почти с победой. Его заявление еще раз рассмотрит. Участились обращения криминальных элементов, которые бегут из Российской Федерации, прикрываясь политической вуалью. И это и послужило более детальному изучению. Но в данной ситуации я персонально проблем никаких не вижу. Политическое убежище Вячеславу не обещают. Говорят, максимум он может рассчитывать на статус беженца. Мне, в общем-то, обрезан дух украинского народа. Мне очень нравится то, что люди здесь занимают активную политическую позицию. Мне нравится, что институт, украинская культура. С удовольствием я бы остался здесь. Теперь Вячеслав ждет суда, а параллельно учит украинский язык с репетитором. В России у него остались родственники. Но возвращаться он туда не хочет. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканала Интер. Харьков. Сейчас спою. Решил замминистра Великобритании. И бросил все ради сцены. О цене этой сцены подробнее у нас. Смотрите дальше. Послевыборный синдром. Кто и зачем парализует работу комиссий? Террор нового уровня. Какая организация переплюнула даже Аль-Каиду? Мат-перемат. Кого и за что крыл чешский президент? Во что превратится самопомощь Верховной Раде? Еще даже не зайдя туда. Она теряет волю. О назревающем конфликте мы рассказали вчера. А детальнее сегодня наша Ирина Романова. Фамилия активистки Майдана и одной из основателей воли Ольги Голобалы тоже могла бы оказаться в избирательном списке самопомощи. В начале кампании ОВИ-партии подписали меморандум о партнерстве и заставили общий список кандидатов. Но Андрей Садовы вычеркнул оттуда Голобалу. Ольга пошла на выборы, как может ли так? Подведя итоги избирательной кампании, воля партнерством с самопомощью осталась недовольна. И на неочередном съезде в воскресенье решила, в парламенте ее депутаты создадут нефракционное объединение. А это до восьми человек вместе с мажоритарщиками. Юрий Деревянко тоже прошел в раду от этой партии, но как мажоритарщик. Он один из инициаторов такого объединения, которое категорически не воспринимает его коллега по партии Егор Соболев. Второй номер в списке самопомощи. То, что один непорядный представник воли сыграл в группу людей, которые заявили, что мы не будем ходить, мы будем формировать, мы будем сами. Но это, честно говоря, смешно. Журналисты попрекают Соболева тем, что он давно прекрасно знал, кто есть кто. Политолог, хоть Бондаренко, этот конфликт между личностями не считает. Говорит, это знак, что в партии наметился раскол. Рано или поздно начинают выникать в политическом средстве вопросы, а где появляются деньги, кто замовник музыки, кто и куда тянет эту политическую силу, куда эта политическая сила может направиться. Оскільки в самопомощи такая ситуация, что за ней стоят тени не только Андрея Ивановича Садового. Тем более, как уверяет члены воли, объединение с самопомощью было временным только на выборы. Это лишь для того, считают политологи, чтобы попасть в парламент. Ведь молодая, неразкрученная партия вряд ли могла преодолеть 50-процентный барьер. Можно сказать, и заворотнее. Неведомо, какой бы результат был бы в самопомощи, если бы там не было представителей других средств политических партий. Самое на этом кумулятивном эффекте был результат. Впрочем, самопомощь от конфликта, который возник в партии «Воля», дистанциируется. Те, что происходит в внутренней дискуссии, конфликты в партии «Воля», это особо справа партии «Воля» и ее участников. Самой «Воля» уверяет, на численности фракции «Самопомощь» их размолвки не отобразятся. Их депутаты тушками не станут. Более того, создадут межфракционную группу, и вот тогда станет понятно, какие интересы они отставили. Ирина Романова, Сергей Ведведь, подробности в телеканал «Интер». Подсчет результатов голосования Верховную Раду стопорят некоторые округа. О перипетиях на проблемных участках в нашем обзоре. У двери здания, где располагается 59-я окружная комиссия, и на площади вокруг вооруженные люди в камуфляже. Нас не пускают. Мы что-то надо ожидать. Спасибо. А неизвестно, где сейчас остальная комиссия? Да, где остальная комиссия. Я только что с ними связывался, они сказали, что якобы их не пропустили военные. Они возвращаются в место своей дислокации, где они сейчас проживают. 59-й округ с центром в Великой Новоселке Донецкой области прославился бросом бюллетеней и тем, что 9 членов окружкома сразу после выборов скрылись в неизвестном направлении вместе с протоколами. Цик лишила их полномочий и назначила новых. Однако прежние члены окружной комиссии оспорили это решение в Киевском апелляционном суде и выиграли. В самом центре избиркома говорят, решение суда получили, однако, возможно, будут его обжаловать в высшем админсуде Украины. Работа комиссии в 198 округе, это Черкасская область, была парализована три дня, хотя еще 31 октября были подсчитаны 100% голосов, а результаты переданы в ЦИК. Причина в том, что пропал глава окружкома, прихватив с собой 4 протокола. У нас нет технической возможности ввести все это в систему. У нас на данный момент нет головы, вот, сник системный администратор. 15 из 18 членов комиссии заявили об угрозах со стороны одного из кандидатов и отказались выходить на работу. Уже вечером стало известно, глава окружкома объявился. Сам пришел в комиссию, правда, без протоколов. Где был, выясняет милиция. В Днепропетровском окружном админсуде продолжают слушать дело по иску кандидата в нардепы Александра Кузьмука. Он идет по 38 округу. Кузьмук требует провести перевыборы. По результатам подсчета голосов он набрал 12%, а его оппонент, самовыдвиженец Вадим Нестеренко, 30%. Кузьмук уверен, в протоколах участковых комиссий слишком много ошибок. Слушания начались еще вчера. За два дня судьи заслушали всех свидетелей и изучили всю документацию. Выполнить решение ЦИК и провести повторный подсчет голосов требует кандидат Леонид Байсаров на 50 округе Донецкой области. По результатам выборов он проигрывает Евгению Геллеру и заявляет о многочисленных фальсификациях. Напомню, Центр Сберком потребовал пересчитать голоса на 16 участках из-за сильного расхождения данных в протоколах. Выборы. Покупка акций шефом агентства нацбезопасности и есть ли списки неугодных Обаме журналистов. А вот если есть, то кто их составлял? Все это выборы. О них-то подробнее Дмитрий Еловский и он в Вашингтоне. Судя по всему, сегодня администрация Обамы войдет в затяжной двухдовой период затиши, если не сказать больше, застоя. В Америке начались промежуточные выборы, самая важная часть которых это выборы в Сенат. Его демократы по всем соцопросам вот-вот сдадут. Явка традиционно невысокая, но известно, что сторонники республиканцев к воле изъявлений подходят гораздо обязательнее, чем их оппоненты. Ну и к тому же в середине второго срока народ просто устает от президента и его идей. Так похоже было всегда и оппозиция, какой бы она ни была, к этому времени становится все сильнее. Не в пользу Обамы сыграла лучшая журналистка телеканала CBS со своим чудным скандальным заявлением. Шерл Эткинсон сказала, что у нынешнего президента есть специальный список врагов журналистов. Но, правда, каких-то доказательств она не привела, и кто в этом списке есть променеер самой, до сих пор неизвестно. Надо сказать, что Эткинсон прославилась благодаря своему громкому увольнению с одного из центральных американских каналов, якобы потому, что руководство запрещало ей готовить материалы с критикой Обамы. Журналистка также заявила, что ее резекционный компьютер много раз взламывали, читали ее почту, личные сообщения. А это в Америке, надо сказать, по-прежнему очень горячая тема. Слежка спецслужб за гражданами вызвала новый, на сей раз коррупционный скандал. Оказывается, бывший шеф агентства национальной безопасности, АНБ, генерал Кит Александр, скупал акции ранее неизвестной компанией Синхронос, которая имела соглашение с одним из основных информаторов агентства, сотовым гигантом и поставщиком интернет-услуг компании AT&T. Синхронос отвечал за синхронизацию, например, контактов и других данных на разных устройствах одного пользователя. Но вот получается, что таким образом Александр получал доход каждый раз, когда кто-то, допустим, встречал на своем айфоне услуги этого сотового оператора. А получать финансовую выгоду от своего информатора получается прямой конфликт интересов. Потому что генералу вскоре придется объяснять, что для него было важнее, рост акций или же прослушка граждан. Хотя похоже, что успех этих двух процессов, по большому счету, был связан напрямую. А такое, американцы здесь вряд ли поймут. Все эти и другие примеры сегодня, к этому дню, найдут свое отражение на промежуточных выборах. Тут умеют шить одеяло из многих лоскутов. И, как обычно, оно бывает звездным полосатым. Главное, что там в углу. Осел, символ демократов, или слон. Для мыреспубликанцев ответа ждать осталось совсем недолго. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Страшнее аль-Каиды. У них есть нефть, у них есть деньги, у них есть оружие. Откуда все это? Взломать шифр террора задача мировых спецслужб. Какую организацию считают самой опасной в мире немцы? Да и не только немцы. Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Опаснее всех существующих террористических организаций в мире, даже самой аль-Каиды. Это вывод немецких спецслужб о группировке «Исламское государство». Оценку представил глава Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер на конгрессе спецслужб, который сейчас проходит в Берлине. Почему немцы так считают? Вот аргументы Шиндлера. Боевики ИГИЛ организованы и вооружены лучше других их распоряжений, огромное финансовое средство. Они могут все организовать масштабный теракт и спланировать военную операцию. Кроме того, террористы чрезвычайно жестоки. Они не берут пленных, противников убивают. Преимущественно публично, устраивая казни и распятия. Но больше всего немцев беспокоит то, что в рядах «Исламского государства» есть и граждане Германии. По официальным данным, воевать на стаироне боевиков ИГИЛ в Сирии уехали 450 человек. Сейчас силовики ломают голову, как проконтролировать их возвращение на родину. И главное, как не допустить экспорт терроризма в Германию. Этим глубоко озабочены не только здесь, но и в Европе в целом, и за океаном. Запад активно ищет каналы финансирования «Исламского государства». Известно только, что они продают нефть из захваченных месторождений. И сумма сделок, по некоторым данным, составляет 2 миллиона долларов в сутки. Кто эту нефть покупает? Через какие банки оплачивает? И кто потом поставляет вооружение? Ответы на эти вопросы сейчас ищут все спецслужбы на Западе. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Британская разведка разыскивает русскоговорящих экспертов. Армия КНДР, солдат среди женщин, а вот канадец, подружку для кругосветного путешествия. Об этом и не только. Посмотрим в обзоре. Это не то, что вы подумали. Телекомпания NBC объяснила, что произошло во время прямого включения ведущего Майка Сейдала, когда миллионы зрителей увидели его спиной к камере. Он пытался наладить мобильную связь и не писал свое имя на снегу, как решили в соцсетях. Армии Северной Кореи не хватает солдат. Будут призывать больше женщин. Для мужчин срок службы планируют увеличить на год, до 11 лет. Женщины будут проводить в армии 7 лет. Проблему нехватки военных объяснят частично тем, что в 90-е в КНДР много детей погибло из-за массового голода. Требуются шпионы со знанием русского и китайского на работу в британские спецслужбы. Май-5, Май-6 и Центр правительственной связи обеспокоены подъемом шпионажа и учащением кибератак из Москвы и Пекина. Новый набор сотрудников объявят до конца года. Ранее активно набирали знатоков Арабского, Фарси и Урду. Пятничный боулинг на Хэллоуин. Такое развлечение просто на улице устроили весельчаки из Абердина. 11 человек оделись кеглями, роль шара любезно согласились исполнить полицейские в служебном авто. инсценировав страйк. Офицеры разместили видео у себя на фейсбуке и получили более 6 тысяч лайков. Билл Клинтон устроил ребенку праздник, сделал фотобомбу. Экс-президент США намеренно влез в кадр, когда женщина фотографировала свою загрустившую на предвыборном мероприятии дочку. Оказалось, Билл вообще любитель позировать. В сети гуляет множество его селфи, как со знаменитостями, так и с простыми поглонниками. Бездомный датчанин в один миг стал миллионером. Мужчина, не пожелавший назвать свое имя, выиграл в лотерею 3 миллиона 600 тысяч крон. Это чуть больше 600 тысяч долларов. Часть денег счастливчик собирается потратить на жилье. Мат-перемат. До уровня советской коммуналки опустился чешский президент. Бранная риторика прозвучала в эфире национального радио. Кого же крыл и за что, Милош Земон? Подробнее Алексей Пшемызский. Крыть как президент. Новое выражение, которое вскоре вполне может войти в обиход в Чехии. Интервью чешского президента на радио заставило покраснеть всю страну. Сначала Милош Земон в прямом эфире выразил поддержку политики Путина. И заявил, он против антироссийских санкций. Матерные слова от президента Чехии прозвучали в адрес советских диссидентов, которые протестовали против ввода советских войск в Чехословакию. А слова сожаления о том, что в России якобы за политические взгляды больше не сажают в тюрьму. Не думаю, что политзаключенным был Ходорковский, который в 90-х ездил по России с пакетами, набитыми миллионами. Я скорее предполагаю, что он вор. И если мне что-то не нравится в политике Путина, то только то, что он посадил лишь Ходорковского, а не всех олигархов. Ругань полилась из уст президента и в адрес российской группы Пуси Райот. Тут уж он себя не сдерживал. Зэмон напомнил слушателям, что название группы связано с женскими половыми органами. И несколько раз даже попытался найти аналог этого слова в чешском языке. А не сумев подобрать нужное слово, заговорил об экскрементах. Брэнь главы государства уже вызвала бурю негодования со стороны чешских политиков. Его выступления сравнили с пьяными разговорами в дешевой пивной. Кстати, сам Зэмон известен пристрастием к экспертному. Объективы телекамер уже неоднократно ловили его в полете после пары-тройки бокалов. Но за свое поведение он извиняться не собирается. Да и особо никто не принуждает. Хотя о судьбе Берлускуни ему напомнить все же стоило бы. Алексей Пшумыский, Павел Лысенко, Центральноевропейское бюро, телеканал Интер. С песни на выход. Почему уволился замминистра внутренних дел Великобритании? Как это отразится на рейтинге правящей консервативной партии и рейтинге музыкальном? Подробнее Светлана Чернецкая из Лондона. Консерваторы получили удар в спину. К нападкам со стороны оппозиции тори привыкли. Но в этот раз винью подложили партнеры по коалиции, либеральные демократы. Замминистра внутренних дел Великобритании Норман Бейкер уволился со скандалом из-за разногласий с начальством. И причиной отставки указал именно политическую принадлежность. Мол, консерватор Тереза Мэй игнорирует его мнение. Открытое письмо Бейкера к правительству просто изобилует метафорами. Единственный представитель либдемов, он чувствовал себя бедным родственником в консервативном руководстве ведомства. А работу в МВД сравнил с барахтанием в болоте. Моя служба в МВД была постоянной битвой. Тереза Мэй и ее советники вели себя так, будто это министерство консерваторов в правительстве консерваторов, а не коалиционное министерство в коалиционном правительстве. Разногласия между Бейкером и Мэй действительно были очевидны. Самый свежий пример. Чиновники схлестнулись на почве законодательства в отношении наркозависимых. Министр внутренних дел и консервативная партия хотят ужесточить наказание за хранение запрещенных веществ. А замминистра и либеральные демократы против этой идеи. Но даже если учесть все противоречия такой громкой отставки с переходом на личности, не ожидали не только Тори, но и сами либдемы. Их лидер Никлет никак не развил тему о доминировании консерваторов в правительстве. И просто через несколько часов после отставки назначил нового зама в МВД. Дальнейшая судьба Бейкера как политика туманна. Судя по всему, его вряд ли еще когда-нибудь пригласят в правительство. Ну и Бейкер вроде по этому поводу не особо печалится. Говорит, что наконец у него появится время на любимое увлечение. Оказывается, 57-летний замминистра фронтмен группы Клуб Реформ. Сейчас как раз готовится к выходу их второй альбом. И поющего чиновника даже можно было встретить на улицах Лондона. Кстати, от этого политического скандала больше всего выиграли именно музыканты Клуба Реформ. За последний год их официальное видео набрало чуть больше 400 просмотров. А сегодня это число начало расти в геометрической прогрессии. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Нашим бы чиновникам разъяснить, что жизнь после отставки не заканчивается. Может, не цеплялись бы тогда залазь до последнего. Это были подробности. Спасибо, что смотрели. Редактор субтитров А.Семкин